Молодая семья с пятимесячным ребенком попала в ДТП неподалеку от онкологического центра. Девочка не пострадала, она находилась в специальном устройстве, которое погасило опасную энергию удара. Авария произошла примерно в 4 часа дня. Семейная Toyota Vista двигалась со стороны аэропорта. Седан следовал по дороге восток в сторону северного микрорайона. Вторым участником ДТП стал водитель Toyota Land Cruiser Prado. Им управлял автомобилист с 20-летним водительским стажем. В машине мужчина был один. Он ехал со стороны улицы Трехгорной и намеревался свернуть на пересечении с улицей Воронежской налево к северной границе городской черты. Автолюбитель говорил, что чувствовал вину за ДТП, однако ссылался на тяжелые дорожные условия. Обстановка ужасная ледовая, сами видите по городу, ездить вообще невозможно. Просто машину понесло, реально неуправляемая. И вот эта вот АБС, она не помогает в такой ситуации, она наоборот не желает. Если бы не АБС на этом льду, которая вот так вот колеса стала вертеть, разочлись бы эти столкновения. И сразу песочек появился, приехала машина, мгновенно посыпала. А здесь вообще был ужас. Ни одной песчинки и сплошная наличь. Супруги, попавшие в аварию, слабослышащие. О деталях ДТП 25-летний владелец седана отчитался перед полицейскими при помощи записи своего видеорегистратора. Седан подъезжает к перекрестку. В этот момент зеленая секция светофора начинает мигать. В кадре появляется джип, водитель которого, скорее всего, не видел приближающийся автомобиль из-за вереницы других машин. За секунду до удара загорается желтый свет. Это спорная ситуация, которую будут решать дознаватели. С места происшествия Денис Коршунов, Татьяна Шамбурова и Виталий Векслер. Продолжение следует...